На втором корте продолжается встреча между Владой Петровской Россией и Софией Брючей Беларусь. Обе девушки показывают схожий тенис, и пока что Владимир не надается вырезать свою воду. Такое ощущение складывается, что в технику ставили одни и те же тренеры. Ровно у девушек. Но пока что вернемся на первый корт, где Алибек подает на матч по 15. Алибек играет в темп. Но его в очередной раз подводит первый мяч. Первая подача не идет. К сожалению, для словацкого спортсмена вторую Алибека он недостаточно четко. Завčитка. Поздравляю. Поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ 15-40 Ошибка Ошибка Словодского спортивного 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 Безупречная игрока Словацкого спортсмена Безупречная 5-3 В пользу Алибека В пользу Алибека В пользу Алибека По 15-ти подает Словацкий спортсмен Безупречная Играть Олибека без выхода вперёд очень сложно. Мы видим, что игра с воздухом не является конкурентом словачьего спортсмена, и поэтому ему достаточно сложно. Ему достаточно сложно. Вот таким образом Олибек чувствует, что словака не идёт вперёд, и абсолютно спокойно играет на растяжках, тянется, потому что покрытие жёсткое, и, в общем-то, данное покрытие позволяет доставать все мячи. Жёсткое шероховатое покрытие, большиноколичество абразива в верхней части, поэтому, как бы, игра замедляется, мяч ликит не так быстро, и при хорошей физподготовке спортсмен способен, в общем-то, тащить практически все мячи. Ошибка словацкого спортсмена, и, соответственно, очередной матч-бол Олибека. Причём матч-бол на приёме, что даёт ему опровергаемое преимущество. У девушек Софи Бридж пока что идёт со счётом 4-1 в первом сети. Олибек ошибается. Играл всё правильно, только надо понимать, что мяча, вместо старт-корта, через высокую часть сетки, нужно принять мячу определенной врачей, чтобы он попал в площадку. Оу! И вот в очередной раз сказывается недостаток словацкого спортсмена в том, что он не атакует мячи, которые идут на воздух. и в очередной матч-бол на приёме. Второй мяч. С точки камеры сложно сказать, но похоже, что у меня был вал, если он и цеплял, то совсем чуть-чуть. У Дедушек продолжается борьба, Петровская взяла подачу соперницы. Пасковатая игра. Пасковатая игра. Пасковатая игра. Пасковатая игра. Переместимся на второй корт, где продолжается матч между Софи Брич Беларусь и Владой Петровской России. Пасковатая игра. Пасковатая игра. Пасковатая игра.